Третье поколение корейского кроссовера получило на нашем рынке имя Kia Sorento Prime. Последнее слово переводится как «наилучший». Судя по отзывам, с этим можно поспорить. Кузов у Sorento Prime хорошо выглядит только на картинках. ЛКП и лобовое стекло у кроссовера очень слабые. Сколы — их лучшие друзья. Недолго живёт хромовое покрытие. Часто потеют фары. Бесключевой доступ в кроссовере реализован чёрт знает как. И открывание, и запирание осуществляется путём нажатия кнопки на ручке. При этом звука защёлки не слышно, поэтому неясно, заперлось авто или нет. Вдобавок Sorento не умеет запирать двери, если они открыты. Стоишь как дурак возле своей двери и ждёшь. Когда же все выйдут из машины и закроют двери? Только тогда ты, нажав на кнопку, сможешь их запереть. Недоумевает Илья из Самары. С удобством посадки в Sorento Prime могут возникнуть проблемы. Регулировка руля по вылету имеет достаточно ограниченный диапазон. К тому же у неё нет электропривода, что довольно странно для кроссовера этого класса. Стойкость материалов салона к износу у Sorento Prime слабовата. Быстро царапается пластик. Кожа на руле не стесняется облазить даже на совсем детских пробегах. Sorento Prime оснащён датчиками света и дождя. Но алгоритмы их работы несколько огорчают. Например, фары, которые включаются при въезде в туннель, выключаются при выезде из него далеко не сразу. А то и вообще приходится выключать их вручную. Принцип работы дворников никак не подходит для снежной погоды. То молчат, застыв в ожидании, то носятся по чистому стеклу, как ошпаренные. Kia любит хвастаться наличием зимних опций в своих авто. Но почему-то Sorento Prime даже после рестайлинга не получил электрообогрева лобового стекла и дистанционного запуска двигателя. Не заслужил? Подстаканники в Sorento Prime сделаны по принципу «и так сойдёт». Большие подстаканники — это хорошо, но реализация хромает. Почему в них нет фиксаторов? Всё, что меньше бутылки объёмом в полтора литра, рискует опрокинуться в повороте. Ниши в дверных картах, рассчитанные под бутылки, огромные, но лишены отделки. Во время движения небольшие ёмкости в них болтаются и гремят, пишет в своём отзыве Егор из Санкт-Петербурга. Бардачок в Sorento Prime сделан словно для галочки. Во-первых, он маленький. Лист А4 в него не влезает, и его приходится сгибать. Во-вторых, почему-то не предусмотрена функция охлаждения. Или это не семейный кроссовер? Sorento Prime был доступен с несколькими двигателями. Это базовый бензиновый 2,4 мощностью 188 л.с. и парочка 250-сильных V6 на 3,3 и 3,5 литра. Компанию им составлял дизель объёмом 2,2 литра мощностью 200 л.с. У каждого из моторов есть ряд пусть не массовых, но серьёзных проблем. Базовый 2,4 страдает от задиров из-за разрушения каталитического нейтрализатора. Моторы V6, которые относятся к семейству Ламбда, имеют склонность к закоксовке поршневых колец, которая приводит к прогрессирующему масложёру. Дизель на их фоне почти идеален, но его пьезофорсунки не переносят плохой солярки. Из-за этого тут очень быстро выходит из строя ТНВД. К покорению даже лёгкого бездорожья Sorento Prime не готов. Дорожный просвет у него в пределах легковых 185 мм. Муфта привода задних колёс не отличается большой выносливостью и быстро перегревается. В итоге у Kia получился минивэн повышенной проходимости. Из опыта пользователя с ником Nachtwandler из Томска. Весна. Проезды по дворам от снега почистили, а парковочную зону забыли. Не беда, врубил блокировку, газ и всё. Вот она диагоналочка. Авто встало, беспомощно крутя в воздухе передним правым и задним левым колёсами. Ну думаю, сейчас нагружу заднее левое колесо и полный привод вывезет. Не помогло. После зажглась гирлянда огней на приборной панели. Prime стал переднеприводным, а я потопал за лопатой. Без должного ухода полноприводной Prime может перейти на передний привод. Основным недугом полноприводной системы Sorento является коррозия и износ шлицевых соединений углового редуктора, из-за чего происходит утечка масла. Без профилактики полного привода с регулярной смазкой можно попасть на замену раздатки. Шумоизоляция в Sorento Prime могла бы быть и лучше. Прав Дмитрий из Красноярска. Аэродинамические шумы и двигатель заглушены на удивление неплохо. Но колёсные арки – это фиаско. Особенно очевидным этот факт стал при переобувке машины на шипованную зимнюю резину. Такое ощущение, что колёсные арки сделаны из фольги. Шум навсегда. По-разному, но всегда. Тормоза у Sorento слабоваты. При агрессивной езде они быстро перегреваются. Да и ресурс у них далеко не выдающийся. Тормоза никакие. Очень низкое качество. При пробеге в 40 тысяч километров полный износ колодок и дисков. Хотя гонками я не увлекаюсь, пишет в своём отзыве Ярослав из Суздаля. И всё равно появление Sorento Prime можно считать успехом. Кроссовер расходился лучше предшественника, который продавался параллельно. Причём по более низкой цене. Чем же так хорош Prime? Многих покупателей Sorento пленил своим дизайном. Внешность прямо поразила. Солидный кроссовер со стильным, запоминающимся, но совсем не вычурным дизайном. До сих пор нравится. Делится впечатлениями Ирина из Кургана. Водительское кресло Sorento Prime по удобству не уступает лучшим образцам в классе. Электроприводы есть даже в скромных комплектациях. Возможна регулировка подголовника в продольном направлении и изменение длины подушки. В богатых версиях появляются не только память настроек, но и вентиляция. Интерьер Sorento Prime очень приятен на вид. К качеству сборки не придраться. Считаю этот интерьер лучшим в классе. Выполнен в духе европейских марок. Минимум азиатчины, современный дизайн, высокое качество сборки. Даже вставки под рояльный лак смотрятся элегантно и органично. Радует, что Kia предлагает на нашем рынке сиденья из коричневой и красной кожи. Восхищается пользователь с ником DeViche из Москвы. С эргономикой у Sorento все в порядке. Органы управления расположены логично. Захочешь – не запутаешься. Усилия на кнопках и рычажках тщательно выверены. Sorento Prime щедро укомплектован различными опциями. Подкупила очень богатая базовая комплектация. Кожаный салон, электрорегулировки водительского кресла, мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, камера заднего вида и парктроники по кругу. Все это есть изначально, пишет в своем отзыве Мария из Уфы. Просторный и удобный задний диван – козырь Sorento Prime. Ширина тянет на рекорд в классе. Место полно, пол ровный, центральный туннель отсутствует. Диван регулируется продольно и по углу наклона спинки. При желании легким движением руки можно подвинуть переднее пассажирское кресло. Для этого на боковине его спинки предусмотрены кнопки регулировок. С удобствами полный порядок. Предусмотрены USB-разъем и 12-вольтовая розетка. Подогрев есть уже в базовой комплектации. На задних боковых окнах во всех версиях, кроме начальной, выдвижные шторки. В богатых комплектациях есть панорамная крыша с люком. Чтобы открылась багажная дверь Sorento Prime, достаточно немного постоять рядом с ней с брелоком в кармане. Сам багажник хорош по объему. В семиместной конфигурации тут 142 литра, а со сложенными сидениями третьего ряда получается уже 605 литров. Кресла второго и третьего ряда складываются в ровный пол. Причем сделать это можно прямо из багажника. С размещением вещей никаких проблем. Погрузочная высота невелика. Внушительный по размеру органайзер доступен даже при частичной загрузке багажника. Правда, запаску ради такого простора пришлось разместить под днищем. Зато она полноразмерная, да еще и на литом диске. После загрузки снаряжения для виндсерфинга на двоих райдеров остается место для двоих на передних сиденьях. В других среднеразмерных кроссоверах при такой же загрузке сидеть вдвоем возможно только друг за другом. Делится опытом Константин из Симферополя. В движении Sorento комфортен. Его подвеска не любит крупных ям, но с остальными неровностями справляется отменно. Из отзыва Дениса из Томска. Плавность хода хороша. Мелкие и средние ухабы ходовая вообще не замечает. Главные плюсы автомобиля Kia Sorento Prime. Удобные кресла. Богатая комплектация. Просторный салон. Объемный багажник. Достаточная плавность хода. Основные минусы. Быстрый износ материалов салона. Проблемы бензиновых моторов. Необходимость ухода за трансмиссией. Посредственная проходимость. Неидеальная шумоизоляция. Подводя итог, можно сказать, что Kia Sorento Prime далеко не идеальный автомобиль в плане техники. У кроссовера есть проблемы как с двигателями, так и с трансмиссией. Хорошо, что они не носят массовый характер, потому что автомобиль полон достоинств. У него просторный, эргономичный и щедро напичканный опциями салон, который легко вмещает семерых. Хорош и объемный багажник. На ходу Sorento Prime пытается быть комфортным, как и положено семейному кроссоверу. Вот почему оценка, набранная Kia Sorento Prime в читательском рейтинге Дрома, составляет 8,5 балла. Благодарим за помощь в съемках. Дилерский центр у Service Plus Коломенское. Автомобили с пробегом в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, какие еще машины вы хотели бы увидеть в видео отзывах Дром. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч!